Что необходимо знать и уметь студентам уже сегодня, чтобы по окончании вуза не потеряться в потоке всевозможных вакансий? Как найти именно ту работу, которая помимо дохода будет давать ощущение самореализации и откроет перспективы карьерного и личностного роста? Ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с трудоустройством, все желающие смогли, посетив День карьеры, который состоялся 17 марта в Университете Лобачевского. День карьеры делается студентами и для студентов. В первую очередь для того, чтобы студенты имели возможность наладить тот самый удивительный контакт в сегодняшнем современном мире со взрослыми людьми, людьми опытными, которые могут поделиться своим опытом и своими компетенциями, как сейчас это модно говорить, с молодым поколением. Потому что вкладывать молодое поколение – это благое дело. В этом году День карьеры объединил студентов гуманитарных факультетов Университета Лобачевского, Филологического, Факультета социальных наук и Института международных отношений и мировой истории. Мы надеемся на то, что некоторые студенты смогут найти работу при помощи этого мероприятия. Мы надеемся, что некоторые студенты задумаются о том, чему им стоит еще поучиться, куда им пойти поучиться, у кого им стоит пойти поучиться. То есть это очень интересное мероприятие, которое дает путевку в профессию специалистам в области связи с общественностью, международных отношений, социологии, социальной работы, психологии, филологии, журналистики. И для каждого из этих направлений мы подобрали замечательных специалистов, которые должны показать, что профессия – это искусство. В течение дня студенты гуманитарии могли напрямую пообщаться с крупнейшими работодателями в рамках стендовой сессии, узнать об особенностях современного рынка труда, познакомиться с представителями самых разных организаций и компаний. Мы помогаем соискателям найти ту работу, о которой они достойны, о которой они мечтают. Студенты, выпускники, точнее, университета – это, наверное, одни из лучших таких соискателей, которые востребованы на рынке. Они образованы, они активны, перспективны, поэтому мы с большим удовольствием всегда приезжаем на дни карьеры ваши и предлагаем им услуги нашего сайта. Наш центр занимается продвижением, обучением иностранному языку. Здесь наша цель, для чего мы вообще сюда пришли – это помочь немного студентам сориентироваться вообще, что такое иностранный язык, для чего он нужен. В связи с этим мы решили выставить наш стенд на ярмарке, а также еще предлагаем всем студентам, всем участникам данного дня карьеры принять участие в тестировании. Специалистам, как раз работодателям, которые сегодня сюда пришли, я рекомендую присмотреться к студентам наиболее активным, а студентам самим проявлять наибольшую активность для того, чтобы вообще работодатели смогли им рассказать как можно больше информации, потому что взаимная заинтересованность – это очень важно для таких мероприятий. Для того, чтобы в будущем уверенно чувствовать себя на собеседованиях, студенты могли попробовать свои силы, участвуя во всевозможных тренингах и мастер-классах, посвященных самым разным темам. Создание известных брендов и некоммерческих организаций, роль психолога на современном промышленном предприятии, развитие социальной ответственности бизнеса и многое другое. Сейчас ребятам очень непросто найти работу. Я пыталась снять что ли страх какой-то – не бойтесь, приходите, пробуйте. Ну не возьмут, здесь возьмут в другом месте. Я пыталась рассказать им, что не обязательно требовать больших гонораров и возлагать какие-то надежды на то, что именно вот здесь ты проработаешь всю оставшуюся жизнь. Да ни черта подобного. Главное – начать. Может быть, даже без денег, без гонораров, может быть, даже тебя здесь не оставят, но ты получишь опыт, который потом тебе точно пригодится. Я сама выпускница филологического факультета отделения журналистики. И мне было очень важно рассказать ребятам то, что я узнавала только, когда уже начинала работать. Мне хотелось подготовить их к чему-то. Поэтому мы сегодня, они тратили время на долгие разговоры. Мы с ними сформировали хорошую новостейную редакцию, выбирали те новости, те съемки, на которые мы поедем. А потом сформировали, конечно же, главный итоговый выпуск. Работа дали сейчас тоже достаточно опытная, уже давно на рынке. Тут какое-то впечатление произвести и понравится. Но для этого существует испытательный срок, за который вся шелуха слетит. Поэтому работать лучше все-таки над какими-то глубинными компетенциями и свойствами, нежели попытаться произвести впечатление. Что касается какой-то вот… Мне, конечно, надо обратить внимание на серьезность своих намерений, на готовность трудиться и понимать простую вещь, что хороший результат он приходит через какое-то время и благодаря каким-то очень достаточным усилиям. Уровень подготовки хороший. Вы поймите, кто-то хочет учиться, тот учится и получает знания. То есть, если не хочет или лентяй, там что угодно с ним сделай, все равно это бестолково, бесполезно. Все зависит от самого человека. И нам не нужны случайные люди. Организатором мероприятия традиционно выступил Центр карьеры Университета Лобачевского. Цель – познакомить студентов и потенциальных работодателей друг с другом для дальнейшего плодотворного взаимодействия.